МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, как слышишь меня? Приступили ли уже к испытаниям? Что происходит? Приветствую тебя, Алексей. Еще раз, да, действительно, начались буквально минуту на минуту как испытания. Сейчас все готовят для того, чтобы крепить крыло к фюзеляжу и проверять так называемый пилон нагрузки. Здесь есть вот этот стенд. Специально здесь, кстати, находится директор, который контролирует все работы. Все-таки что это за стенд, можно поподробнее. Что это за такие крепления, что они за собой несут? Пилон для крепления двигателя – это один из силовых агрегатов, важных агрегатов, которые, собственно говоря, несут двигатели, так? Огромные тяги, значит, которые могут достигать, так сказать, там, 15-20 тонн. Причем это и различные нагрузки на растяжение, на кручение, на сжатие. Вот. И вот, собственно, программа испытаний. Наши инженеры сейчас проводят, прикладывают вот эти самые нагрузки, которые встречаются в полёте. И в конечном счёте мы должны доказать, что этот пилон прочный, причём с обеспечением необходимого запаса прочности. Необходимого запаса прочности. В авиастроении делается всё очень надёжно, потому что фактор безопасности, он является главным в авиастроении. Так, чтобы самолёт был безопасный. Поэтому мы на земле должны очень хорошо потрудиться и доказать, или даже дать рекомендации и провести некоторые изменения по усилению конструкции, если это необходимо. Вот пилон у нас крепится на крыло. Вот серенький, да, серенький это пилон. Вот наше как раз крыло. И по всем, скажем так, представлениям, в самолёте МС-21 оно необычное. Его многие называют чёрным крылом. А почему? Ну, это крыло сделано из полимерных композиционных материалов. Причём впервые в авиастроении вот этот важнейший элемент самолёта сделан по инфузионной технологии, так? То есть Россия здесь на переднем крае технического прогресса. Это обеспечивает очень большую прочность. И при этом, ввиду отсутствия дорогостоящего автоклавного процесса, крыло получается дешевле с точки зрения, ну, уже как бы потребителя на рынке, так? Но у него и размах получается больше, чем у одноклассников, да? За счёт того, что оно сделано из композитов, размах или относительно удлинение этого крыла, ну, беспрецедентно высокое. Так, поэтому мы с уверенностью говорим, что по аэродинамической эффективности наш новый лайнер МС-21 на 7-10% лучше, чем его обновлённые одноклассники, конкуренты... Это Boeing, Airbus. Да, Boeing 737 Max и Airbus 320 Nioh. Ещё вот такой вопрос. Здесь, в этом духу, много очень ещё определённых, много аппаратур. Вот что это за аппаратура, что предстоит испытать самолёт? Вы знаете, здесь можно найти практически все силовые элементы самолёта сейчас, так? Вот пилон крыла, так, с имитатором самого двигателя, так, по весу, массовым инертным характеристикам. Крыло, так? Так, фижеляж. Вот за фижеляжем в той части нашего зала статических испытаний находится киль, сделанный тоже из композитов, горизонтальное оперение. Вот, то есть вот такие крупные агрегаты сейчас проходят испытания в параллели. И мы это делаем специально, чтобы как можно быстрее получить ответ на вопрос, можно ли поднимать самолёт или нет, или ещё надо какие-то доработки. Ну вот, как я узнал, что во время испытаний самолёта свыше тысячи датчиков. Да, на него раз обжареживают. А что с ним делают? Ну, вы знаете, вот так же, как вот при испытании пилона, все датчики, значит, подсоединены к центральному процессору, в компьютере так, идёт обработка, вычленяются проблемные места, если они есть, так, для более детального исследования. И, собственно говоря, в реальном режиме времени... Что с фюзеляжем происходит? При испытании, да, мы точно знаем, что происходит с фюзеляжем, есть ли у него слабые места, если нет, то мы продолжаем программу испытаний, если есть, то мы вместе с компанией-разработчиком усиливаем соответствующие места. А как его проверяют, я не знаю, на герметичность? Да, на герметичность обязательно проверяется, потому что, в крайнейшем счёте, мы этот фюзеляж наддуем, то есть закачаем воздухом и обеспечим перепад давления, ну, примерно, там, от пол до одной атмосферы. Это мы тем самым имитируем тот перепад давления, который всегда в самолёте есть при полёте на крейсерской высоте. Окружающий воздух разреженный, вот, а в самолёте поддерживается нормальное комфортное давление для человека. Поэтому мы должны обязательно не только накачать фюзеляж, но и нагрузить его, как бы, обеспечить нагружение теми нагрузками, которые встречаются в полёте. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, вот должен ещё одну деталь отметить. Дело в том, что самолётом С-21 напичкан буквально будет электроникой и специальными автоматизированными системами безопасности. Грубо говоря, будет стоять защита от дурака. То есть это те системы, которые сделают всё, чтобы исключить фактор риска, человеческий фактор, из такого органа управления, из такого важного органа в самолёте, как органа управления. Да, Олег, спасибо большое. Говорила мне мама, учи сопромат. Тоже бы наблюдал бы сейчас в ЦАГе за этими испытаниями. А так, это был Олег Сидякин. Он смотрит, как испытывает новый российский самолёт.